Что касается раскола элит, ну, на эту тему многие говорят, вот часть людей, например, его вообще не замечает, говорит, что его нет никакого раскола, но эти люди довольно странные, на мой взгляд, потому что раскол довольно очевидный, другое дело, что когда мы говорим раскол элит, нам представляется, что вот завтра Владимира Путина стукнут табакеркой, или что раскол элит заключается в том, что вот кто-то против войны, а кто-то за. Нет, это работает не так. Раскол элит – это когда в целом отсутствует гомогенность исполнения тех или иных решений, когда страдает вертикаль властная, и когда начинаются собственные игры внутри актеров, внутри этой элиты, да, то есть когда создаются блоки, которые противодействуют друг другу. Самые яркие примеры, вообще поплыли больше всего, это олигархи путинские, которые, там, часть уехала, часть отказалась от российского гражданства, часть запросила гражданство Украины, часть звонила в Вашингтон, значит, чего только не было. Ну, то есть вот тут довольно очевидно. Видим мы и среди какой-то вот такой верхушки чиновничьи какие-то брожения, ну, вот Чубай, с которого ехал, например. И самое главное в расколе элит, что вообще мы увидим, мы не можем видеть сам раскол, мы можем видеть только его последствия, да, эти последствия мы увидим сильно позже. Ну, я вот люблю приводить аналогию с Хаймерсами, да, потому что когда вот Хаймерсы привезли, это на самом деле был переломный момент, и несмотря на то, что вот в день, когда Хаймерсы привезли, ничего не произошло, но затем, в ближайшие дни недели потом высекались десятками российские склады с боеприпасами, да. Но опять же это последствия того, что Хаймерсы привезли, а не вот в момент их привоза. С расколом элит примерно то же самое, то есть мы ощутим его последствия, когда, собственно, это приведет, ну, там, не знаю, к пленению к Путина, к убийству, к междуусобному, там, борьбе между ними, к убийству Пригожной или еще к чему-нибудь, да. Пока мы фиксируем только верхушку айсберга, и на которую у нас вот есть, значит, экономический блок поплывший и есть поплывший силовой блок. В чем вообще там история с силовым блоком, к которому я отнесу и Пригожно с Кадыровым? Дело в том, что когда у вас государство теряет монополию на легитимное насилие, то есть когда государство становится не единственным актором, у которого есть бойцы и которым можно применять это самое насилие, с точки зрения общества, у вас начинается борьба за это самое насилие, ну, то есть и его разгул. И в этом смысле с самого начала военной операции среди российских комбатантов самые разные формирования. Это и группа Вагнера, и, значит, Кадыровцы, и мобилизованные самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и, собственно, регулярные войска, которые делятся на контрактников, на призывников, на мобилизованных и на добровольцев, да. То есть такая полная неразбериха в рамках этой неразберихи, конечно, все начинают между собой конкурировать. А еще есть вторая большая проблема, которая заключается в том, что у поражения много отцов, а точнее у победы много отцов, а поражение сирота. И вот, значит, чем больше этих поражений, тем больше все группы пытаются друг на друга свалить. И тут мы возвращаемся с вами к этому видео Вагнеровцев. Что они, по сути, говорят? Они, по сути, говорят, что мы Бахмут взять не можем не потому, что мы какие-то плохие, кривые, косые, не потому, что украинцы воюют, значит, героически, а вот потому, что у нас снарядов не достает, а снарядов у нас не достает, потому что Минобороны нам не привозят. И вот начальник штаба Герасимов, он на самом деле виноват. Мы не при делах, мы очень эффективны и классны. Понятно, что это не может существовать, это видео, его поддержка без одобрения самого Пригожина, да, то есть его это открытый выплат и не первый выплат на Министерство обороны. Собственно, и Пригожин вместе с Кадыровым и другими своими подельниками снимали генерала Лапина в свое время, которого сняли, конечно, из-за лоббирования этих персонажей, так как в российской армии не снимают за провалы. Ну, то есть все генералы, которые вот, значит, всячески эту войну готовили и реализуют российские, которые ее проигрывают, они все на своих местах, потому что в Российской Федерации в принципе не принято снимать за непрофессионализм. Снимать можно только за нелояльность или под давлением каких-то групп. И вот мы видим, что уже внутри силовых различных групп происходят конфликты. Более того, есть информация, но нет никаких подтверждений, ну, источники только исключительно, о том, что после, через несколько месяцев после начала войны был большой конфликт между Золотовым и Шойгу, потому что полегло же очень много росгвардейцев. Они же ехали туда оккупированные территории контролировать, а в итоге, значит, пока не ехали, территории захватить не получилось. И в итоге этих росгвардейцев просто там раскидал по полю, да, потому что они там счетами ехали там на Киев, значит, контролировать оккупированный Киев. И в росгвардии просто большое количество человек перебили. И, собственно, Золотов был этим крайне недоволен. И, по сути своей, Пригожин и Кадырев пытаются выстроить некую коалицию. Вдвоем они не очень страшны, потому что у них нет довольно серьезного аппаратного веса. Несмотря на то, что Пригожин довольно часто обсуждает тому, что он часто дает поводы, реального влияния у него не особо много. И когда он пытается, что называется, играть по-взрослому, ну, например, там, когда он писал письмо в Следственный комитет, что давайте Гугл заблокируем, или давайте Беглова посадим, или еще что-нибудь такое, или женщин в армию наберем из колоний, все это игнорировалось, потому что, на самом деле, он с политической точки зрения не очень серьезный персонаж. Но он пытается эту серьезность наработать. И вот здесь идет у нас как раз генерал Суровикин, потому что генерал Суровикин – это то недостающее звено, которое нужно Пригожину для того, чтобы обрасти реальным влиянием. То есть ему нужен кто-то из военного блока, да, который позволил бы уже рассматривать Пригожина как серьезного человека. Почему именно генерал Суровикин? То есть генерал Суровикин лепит новое, значит, какое-то представительство российского министерства обороны, так как Шойгу, ну, Шойгу идет просто под слив. Да, Шойгу, очевидно, будут сливать в контексте проигрыша и говорить, что вот все это из-за Шойгу. Он, судя по всему, это понимает, потому что Шойгу – хороший пиарщик, и то, что он не пытается никаким образом, значит, свою репутацию отмывать, говорят о том, что с ним либо договорились, либо дали понять, что, значит, ты берешь на себя все вот это вот, что бы там ни происходило, а мы там, не знаю, не отбираем твои богатства, не сажаем тебя в тюрьму, не расстреливаем, не убиваем. И поэтому Шойгу в любом случае под списание идет, и, соответственно, ему нужно растить замену. Ну, вот пока на эту замену похож генерал Суровикин, который, надо сказать, тоже никакими талантами не обладает. Вот тоже дуб дубом абсолютный. Но при этом, значит, можно его поставить вместо Шойгу, потому что, ну, Шойгу там планка низка, да, министр обороны, который не служил в армии, министр обороны, который пилит по дереву, ему вообще не очень интересна война в любом ее проявлении. Поэтому Суровикин – хороший вариант. И мы видим, как Пригожин и Кадыров активнейшим образом подмазываются к этому Суровикину. То есть они ругают российскую армию, но при этом хвалят постоянно Суровикина. Как в их голове это совмещается, понять проблематично. Но, значит, они, очевидно, пытаются с ним как-то сдружиться. Пока со стороны Суровикина никаких реверансов в сторону Пригожина и Кадырова не было. Но глобально, завершая эту тему, да, о расколе элит, мы видим, что все уже начинают делить, делить все, что вот сейчас существует, то есть растаскивать кусочки. Это что значит? Это значит, что иерархическая система уже не очень работает, что уверенность в том, что Путин, значит, неделимый как-то вот правитель, который будет этот порядок сохранять столько, сколько потребуется, этой уверенности уже нет. Вообще любая диктатура строится на иерархии вертикали. И сама эта иерархия вертикаль строится на одной простой идее. На идее, что люди верят в то, что этот человек действительно может всем управлять. И вот в момент, когда эта идея подрывается, вот тогда у диктатуры начинаются проблемы. Потому что в реальности Владимир Путин не имеет того влияния вот физического, да, которое необходимо для этого. Он не управляет армией, если армия не захочет подчиняться. Он не управляет деньгами этого экономического блока. Он не управляет даже Росгвардой. То есть формально как бы управляет, но стоит каждому начальнику из этого подразделения понять, что как бы почему я вообще подчиняюсь Владимиру Путину. И так этот карточный домик довольно быстро разрушится, как мы неоднократно видели. И вот явно за этот год фундамент веры в Путина, в то, что он знает, как быть, что он знает, куда идти, как вести, и то, что у него есть четкий план, этот фундамент был основательно разрушен. И я думаю, что в будущем году мы сохранение этой тенденции увидим. Но Путин, это остался всего один год для того, чтобы свой авторитет восстановить. Год до новых президентских выборов. Как вы думаете, на что пойдет Путин ради того, чтобы вернуть себе титул там завоевателя, единоличного владыки государства? Ну, слушайте, выборы в России весьма условные. Ну, то есть они и до этого-то были так себе, особенно последние, где набрасывали 24 миллиона голосов. А сейчас во время войны говорить о каких-то выборах, ну, мне довольно проблематично. Я там не верю в слово выборы в контексте 2024 года. Все политическое поле зачищено, все партии слиты, по сути, в одно и говорят одно и то же. Ну, то есть не выборов я бы на месте Путина боялся. Ну, то есть совершенно не выборов, потому что диктатуры не на выборах падают, диктатуры другими средствами падают. И вот как раз этих средств Владимир Путин, скорее всего, и опасается, и должен опасаться. Ну, то есть два частых сценария падения диктатур. Это хунта военная, и это просто переворот государственный. Ну, то есть, по сути своей, это два самых частых явления, если мы говорим уже о тоталитарных диктатурах, а не о просто авторитарных каких-нибудь гибридных режимах.